Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в студии генеральный директор славянского курорта Кравченко Александр Валентинович. Здравствуйте, Александр Валентинович. Добрый день. Так случилось, что тема этой недели это славянский курорт и судьба котельной, вырезанные трубы. То есть как бы это склыхнуло общественность. И поэтому мы пригласили вас в студию. Скажите, пожалуйста, еще раз, для наших телезрителей, почему начался этот процесс? Почему котельную стали разбирать или реконструировать? Что там вообще происходит и есть ли на это разрешительные документы? Еще раз добрый день. Хотел бы пояснить, так как правильно вы сказали, Эта неделя слишком много, большое внимание уделено славянскому курорту. И это хорошо, что уделяется слишком много внимания славянскому курорту, так как славянский курорт является градообразующим предприятием, жемчужиной города Славянск. И я счастлив и горжусь тем, что работаю в славянском курорте. Как вы все знаете, свое начало славянский курорт берет с далеких времен, вот с 1827 года, как клинический заклад из 1832 года. Здание, инфраструктура курорта. Есть некоторые помещения, которые были построены, я не обмолюсь, скажу, 1913 года. 13, да? 13. 1973 года, 1980 года. На славянском курорте висит 1934 год. 1934, да. Это было здание самого санатория «Славянский». Что касается вашего вопроса, почему же, что это такое случилось, вдруг ни с того, ни с чего. Не понимаете, у нас город режут вообще-то, да? Просто жители города, ну, уже не то, что смирились, а уже стало больно слушать о том, как предприятия славянска постепенно вывозятся, режутся на металл. Ну, история. Вот все 25 лет, в общем-то, ну, 15 лет, начиная с 2000-го конца 90-х годов, какое-то предприятие обязательно почему-то у нас вырезается и увозится. И славянский курорт, можно сказать, одна из наших надежд, ну, последних надежд, что ли. И вот тут такая информация. Конечно, люди и возмущены, и как-то и встревожены. Это действительно люди встревожены, общественно встревожены, потому что нет правдивой информации. Это самое главное. Вот я вам сейчас доложу, что там и как там происходит. Вы все прекрасно знаете, и население, и мешканцы славянска, что две трети курорта занимает военнослужащий. Работает одна треть курорта, это санаторий славянский. Вот, отопление, подача тепла и горячей воды раньше производилась с центральной котельной, которая обслуживала весь курорт. На сегодняшний день на курорте есть шесть мини-котелин, которые обслуживают помещение курорта. Повторяю, обслуживают помещение курорта. На курорте есть тепло, есть горячая вода. То есть в каждом санатории? Так точно. В каждом санатории есть своя мини-котельная. И не только в санатории. Есть мини-котельная и в поликлинике, есть мини-котельная и в гараже, есть поликлиника и в столовой. То есть помещения все отапливаемые. Помещение, здание, сама котельная, оборудование во время проведения активной фазы АТО были повреждены. Что повреждены снарядами, осколками, ударной волной, повылетали там стекла, повреждены рамы, двери, сам кирпич. Значит, а что еще, вы все прекрасно тоже знаете, очень много было разворовано. Просто-напросто разворовано. То есть котельная, как такова, она уже не могла даже работать. Это если по-хорошему так брать, чтобы было. А в другом плане, эта котельная уже не использовалась на протяжении многих лет. То есть оборудование застарелое. Оборудование не соответствует сегодняшнему времени. Оно затратное. Чтобы она работала, уходит очень большое количество газа. А газ, вы знаете, тоже прекрасно. На сегодняшний день все энергоносители дорожают. Поэтому было принято решение руководством Укрпоздравницы о списании котельной. Так как она уже выработала свой строк. Просто-напросто. На что есть соответствующие документы, есть постанова, наглядовые рады. Которые четко и ясно гласит, что котельную списать, значит, и о чем мне, как генеральному директору, доложить высшестоящему руководству. На основании этого был издан мой приказ о создании комиссии по контролю над демонтированием помещений котельной. Заключены договора с подрядчиком на демонтирование помещений котельной. И на сегодняшний день идет процесс демонтажа. Никто курорт не резал и не режет. То, что было выхвачено фотографии, трубы и так далее. Ну, картинка такая яркая. Да. Но дело в том, что это однобока она высветлена. Еще повторяю, однобока. Я вас приглашаю на курорт. Я вам вместе со мной пройдемте покажу это все. Потом, когда это все закончится, пройдет рекультивация, это все, никакого там повреждения парка и в помине нет. И в помине нет. А на землях, вот, чего, какого предприятия, в общем-то? Ландшафтного парка, курорта. Это край ландшафтного, ну, даже там уже, там, где проходит тепломагистраль, за ней находится стрельбивщее военнослужащие. Ну, вы понимаете, это не парк, не центр парка, не аллеи, не дорожки, не цветы, не насаждения здесь не затронут. Подрядчик демонтирует это все, и средства, которые выверняются при демонтировании, часть средств поступает к нам в казну на счет на наш. На сегодняшний день уже на счет перечислено, подрядчик перечислил больше 200 тысяч гривен, которые идут на развитие нашего курорта. Вот, это все делается, опять же, повторяю, под строгим наблюдением комиссии курорта, которая призначена моим приказом. Вот. Что хотелось бы еще сказать? Это насчет того, что уничтожаем курорт. Мы за последние неполных два года отремонтировали, сделали капитал. Во-первых, мы запустили санаторий Славянский, который был также разграблен после тех событий, которые произошли на курорте. И благодаря нашим усилиям мы его запустили. В октябре, как вы помните, 2014 года вы тоже были тогда. Запустили, и он работает, и по сей день он работает, работал, работает и будет работать. Мы отремонтировали здание ортопедо-травматологического отделения санатория Славянский, которое не могли отремонтировать с 2007 года. Мы затратили туда больше 2 миллионов гривен. Но мы его сделали. Поменяли крышу. Капитальный ремонт. Крышу, окна, отопление, двери, полы. Сделали комфортабельные палаты со всеми удобствами. Туалет, душ, холодильник, телевизор. Все сейчас есть в палате. А средства откуда выбрали? Мы привлекли инвесторов. Это Прон. По системе Прон было 2 направления. И плюс мы изыскали свои средства. Изыскали и вложили, потому что там было такое условие. Это часть средства курорта и часть средства Проновских. И таким образом мы сделали капитальный ремонт. Плюс мы приобрели оборудование. Сделали ремонт в самом спинальных отделениях санатория Славянского. Ремонт в зал ЛФК. Ремонт столовой. То есть командование прикладывает максимум усилий, чтобы курорт жил. Чтобы он жил и чтобы он был действительно жемчужиной нашего города Славянска. А кто вас сейчас отдыхает? Отдыхает, лечится? На сегодняшний день. Давайте я немножко вам расскажу ситуацию, которая сложилась в этом году. Вот на курорте. Как это все было. У нас в первом квартале был заезд. Было больше 100 человек. Ну если точно, там 162 человека. Это переходящие по закону. Это санаторий Славянский? Да, санаторий Славянский. А какая должна быть загрузка санатория? 306 коек. Это полной загрузки. 306. 206 это спинальных коек. И 100 коек ортопедо-травматологических. В этом году, я вам сказал, первый квартал был частично загружен. А в апреле этого года фондом социального захиста инвалидов был объявлен тендер, где мы принимали участие. И выиграли по результатам тендера 650 путевок. То есть это порядка 12 миллионов гривен, которые должны были зайти к нам в июнь, июль и заканчивая октябрем месяцем. Должны были зайти эти средства. Эти люди должны были, люди с обмаженными вадами, повыне были заехать с инвалидностью, повыне были заехать до нас на ликувание. Но один из участников тендера, это санаторий Борисфен, подал жалобу в антимонопольный комитет, потому что тендерный комитет фонда социального захиста инвалидов отклонил его предложение. Там были нарушения соответствующие, и тендерный комитет посчитал это нарушением, и он не принял, не дал ему возможности участвовать в торговле. Санаторий Борисфен заходил на те же лоты, что заходил наш курорт. И антимонопольный комитет выносит решение о признательной лоты, на которую мы захотели, как те, которые не состоялись. То есть то, чтобы выиграли? Да, приостановить. На что фонд социального захиста инвалидов подает жалобу в окружной административный суд города Киева на действия антимонопольного комитета. И буквально позавчера приходит решение суда, окружного административного суда города Киев признать дии антимонопольного комитета такими, что не відповідає чинному законодавству. То есть выиграли? Мы выиграли. Но время ушло. Срок реабилитации одного человека 35 суток. То есть 650 путевок уже ушло, признали недействительным тендером. Ушло. Дальше. В октябре месяце фонд социального захиста инвалидов объявляет очередной тендер. Мы подаем документы, выигрываем 250 путевок. Это порядка чуть больше 4 миллионов гривен. На сегодняшний день я подписал, вот сегодня подписал договор с фондом. Уже и с 15 ноября уже поедут к нам первые люди на реабилитацию. И таким образом мы планируем с 15 по 20 ноября загрузиться 250 путевок. Это в санаторий, опять-таки, Славянске? В санаторий, Славянске. Мы не рассматриваем здесь, мы не берем Юбилейный и Донбасс. Там стоят военнослужащие. Мы не имеем туда доступа. Вообще. Вот я как генеральный директор по территории курорта регулярно прохожу, смотрю, чтобы там не было нарушений и так далее. А оказание именно санаторно-курортного лечения и реабилитации только санаторий Славянский работает. А вот была идея, и как-то она уже в жизнь как-то частично введена, по реабилитации военнослужащих. Да. Как идет работа? Значит, нами было создано отделение медико-психологической реабилитации для воинов, для участников АТО. Но на сегодняшний день я могу вам представить выписку из тендерной документации Державной службы о справах ветеранов войны, участников боевых дей, та участников АТО, через которую идут путевки на прохождение реабилитации участниками АТО. Нас туда даже не допустили к тендеру. Мотивируя это тем, что здесь идет АТО, и что мы не можем гарантировать безопасность. Но на что было мною сказано, что безопасность в нашей стране гарантирует только одна посадовая особа, это президент нашей державы. Вот таким образом отделение уже больше года простаивает, койки выделены, персонал есть, есть, но к нам благодаря вот таким вот... А вы как-то не пытались как-то переломить этот момент? Потому что, вот, например, мы, в свою очередь, когда была информация о том, что создаются реабилитационные госпитали какие-то, вот, при фронтовой зоне, как-то надеялись, что наш курорт тоже будет участвовать вот в этом проекте. Потом оказалось, что госпитали сделали в Краматорске, сделали в Артемовске, в Волновахе, но в Славянске, где такая большая база, действительно такая реабилитация, история, умение лечить... Именно таких пострадавших. Да, да, и на такие пострадавших, и его почему-то в этот список не внесли, и как-то вот все в администрации, может, я не знаю, с кем нужно говорить для того, чтобы состоялось это? Знаете, мы тесно работаем из ВИСКО-цивильной облдержадминистрации, мы совместно написали письма и в Министерство обороны, чтобы разрешили, чтобы там по военнослужа... Министерство обороны должно знать, где у нас линия фронта, а где Славянск? Ну, по идее, должно знать. Я думаю, что оно знает. Но почему-то, ну вот, на сегодняшний день не хотят к нам направлять воинов. Я вам скажу больше. Мы, исходя из того, что на нашей территории находятся военнослужащие вооруженных сил Украины, мы пошли на такой шаг. Мы бесплатно оказываем медицинские услуги военнослужащим, которые находятся на территории курорта. Вот. И за 2015 год мы надали послуги больше 300 висковослужбовцам. Это и консультации ликаря, и разные инструментальные доследжения, и функциональные доследжения, лабораторные доследжения, и проходжения физиотерапевтичных методов и так далее. То есть мы работаем в этом плане. Но это, опять же, инициатива на таком уровне. А на уровне большом такого нет. У нас есть комната медико-психологической реабилитации, где работает профессиональный психолог, которого мы специально пригласили для этой цели. Но пока вот дела обстоят так, как есть. А скажите, пожалуйста, вот эти все санатории, даже те, на которые вы не имеете права, входа, вот кто платит за, опять-таки, за ЖКХ, за тепло, за съезд? Значит, мы каждый месяц, я заключаю договор. Почему каждый месяц? Потому что раньше заключался на целый год бесплатный договор. Мы все-таки надеемся, что мы достучимся до руководства Министерства обороны, чтобы заключали договор, платный договор. Не по нашей вине. Я понимаю, военнослужащие выполняют, и благодаря им, и слава Богу, мы их очень уважаем, выполняют свой долг. Они защищают рубежи Родины. Да, каждый должен выполнять свою работу. Я как военный, как полковник, в запасе, в отставке, я был и выполнял тоже работу, военную работу. Сейчас, да, я руковожу курортом, и мы выполняем работу по оказанию санаторно-курортного лечения и реабилитации. Но на сегодняшний день, повторюсь, две трети курорта заняты военнослужащими. Министерство обороны через КЕЧ проплачивает нам коммунальные услуги. И то не вовремя. На что нам насчитывают штрафы, пенни, за ту же воду, за тот же газ, за ту же электроэнергию и так далее. Но они не платят ни копейки за аренду помещений. А это стоит на балансе, на меня также насчитываются штрафы. И поэтому вот так вот растет у нас по объективным причинам. Повторяюсь, по объективным причинам нарастает... А вот у вас были задолженности по зарплате? Значит, да, были задолженности. Люди нам жаловались еще год тому назад или еще... Значит, я был призначенный на должность генерального в феврале месяце этого года. У нас была задолженность за два месяца войны 2014 года и за 2015 год. Став генеральным директором, мы полностью погасили долг 2015 года полностью. И частично выплачиваем зарплату 2016 года. Не в полном объеме, да. По каким причинам, я выше сказал. Потому что мы ожидали заезд. Но опять же, объективная причина, которая не от нас зависящая, которая привела к тому, что к нам люди не поехали. Не дали. Да, нам не дали. Просто-напросто. Но перспектива все равно как бы есть. Я же вам сразу доложил. Сейчас 15 ноября. Сейчас будет заезд. И мы планируем, руководство планирует, основные средства, которые к нам зайдут, основные средства пойдут на погашение заработной платы. Это очень приятная информация. Но хотелось бы вернуться к началу наших депутатов. Все равно, как бы, вы хоть и объяснили там, что у вас происходит, да показали документы. Все равно некоторые депутаты хотят, чтобы была проверка. И говорят о том, что, написали письмо о том, что передать курорт в область. Вот чем это грозит, не грозит, что будет, если наш курорт передадут в область. Будет ли развиваться он? Вы принадлежите все равно Укрпрофздоровнице. Да, являемся предприемством приватного акционерного товариства Укрпрофздоровницей. И платите налоги в город. Местный бюджет. Местный бюджет. И налоги, да, все равно, достаточно большая цифра. И если вас переведут в область, то получается, что налоги будете платить уже не городу, а области. И что же хорошего от городу и курорту? Вот от того, что он перейдет в область, ну, это я так думаю. Я не вправе решать эти вопросы. Это не моя компетенция, я их не решаю. Генеральный директор не решает этих вопросов. Это вопрос решается на уровне профздоровницы, на уровне Кабмина. И я не хочу сюда даже, так говорится, говорить об этом. Просто мысль, как человека, ну, я скажу, город потеряет. Прежде всего, он потеряет то, что потеряет налоги. Как, зная состояние дел, как будет вытягивать это все область, я сомневаюсь, что она вытянет. Потому что там... Больших перспектив в том, что... Я не вижу вообще. Для улучшения работы курорта и передачи в область, вы не видите. Нет, я не вижу. Еще такой последний вопрос. Это вопрос о том... Вот сейчас, в общем-то, весь скандал получился из-за того, что, как бы, не было достаточной информации у депутатов городского совета о том, что вы там руете. Вот как-то теперь этот вопрос можно уладить? Что вы должны сделать для того, чтобы это... Да. Ну, к сожалению, к сожалению, имело такое место. Имело такое место, надо сказать. Но вчера была комиссия. Мы на комиссии эти все вопросы рассмотрели, наметили пути урегулирования этого вопроса. И в дальнейшем мы будем эти вопросы заранее, как говорится, уведомлять, информировать и депутатам, и горсовет о том, что, как они выразились, о том, что мы разграбляем курорт. Этого я еще раз повторяю. Учет вырезанным трубам ведется. Еще раз повторяю, создана комиссия, которая присутствует при этом. Как-то там же еще не вытащили ничего, а уже подняли ажиотаж. Раскопали, да, потом это все будет дофиктоваться. Мы будем у нас в плане строить еще мини-котельни. Эти трубы будут использоваться для тех... Понимаете, незнание дела порождает вот такую вот ситуацию, которая возникла. Которую я еще раз повторяю. И вообще, вот как депутаты, они должны были, как депутат, направить депутатский запрос мне, как руководителю. Поставить вопросы, что их интересует, то-то, то-то, то-то. Я отдал информацию, если не устраивает, они бы сказали, давайте мы приедем на место, посмотрим и примем решение. Это как в цивилизованном свете, так оно делается, по-нормальному. Они на скоком налетать, бурю подняли, пофотографировали и убежали. И сказали, какие мы плохие. Мы, люди, живущие в Славянске, к слову «режут металл» относимся уже как к наболевшим, вот к черью, который болит. Что если у нас что-то режут, то бра не ждать. Наталья Константиновна, я больше вам скажу. Я вам скажу правду. Я приглашаю вас всех, всех посетить наш курорт вот сейчас. Сейчас. Прийти и посетить вместе с общественностью. Давайте соберемся на курорте, пусть они все посмотрят, увидят то, что сделали. Чтобы не было недосказ. Это хуже всего. Когда нет информации, рождаются ложные слухи. Большое вам спасибо, Александр Валентинович, что вы к нам пришли. Мы обязательно приедем к вам, обязательно сделаем репортаж. И вы нам все... Интересно. И нам, как журналистам, я думаю, нашим телевизорителям будет интересно увидеть, как работает курорт, и посмотреть на новые мини-котельные, и узнать, куда уйдут трубы. Все это очень интересно. Это наша телевизорительная информация. Поэтому еще раз спасибо, что там пришли. Напоминаю, что на студии был генеральный директор славянского курорта Александра Валентиновича Кравченко. До свидания. Оставайтесь с нами.